Мы имеем очень большие успехи в большем настроении, в нанотехнологиях, одновременно мы имеем измерение расстояния. Несмотря на какие большие успехи в настроении различных технических средств, наше относительное погрешившее измерение расстояния растет, как ни парадоксально. А приборы, которые имеют метрологическую оценку, не выполняют своих технических характеристик. Это особенно было заметно при посадке кораблей на Марк, сейчас это заметно было при полетах наших самолетов в сложных условиях, в частности SuperJet 100. Вот. Поэтому вопрос о истинности познания, что ведет к истинности познания, я постараюсь как-то ответить. Если в моем выступлении кто-то найдет полезное для себя, это будет очень... Ну, прежде всего, я качнусь к вопросу о процессе познания. В процессе познания при построении наук мы используем гипотезы. Гипотезы используются в любом случае, используются и сейчас. Если они в какой-то степени освещают модель, которая описывает данный процесс, в какой-то степени освещают те события, которые мы рассматриваем, они превращаются сначала, ну, так сказать, в допущение, а потом становятся, утверждаются и становятся истинами, которые потом часто описываются, часто превращаются в законы, и при дальнейшем развитии наук истинами силами развивают и обеспечивают их поддержание. Этот процесс, как ни парадоксально, начался в философии. Философия – наука, которая знает все, но ни о чем. Все философские категории, если растительный и животный нет, имеют парный характер. Категории парности философии нет. И вот эта, кажется, простая, такая, достаточно общеизвестная истина, ведет, к сожалению, к очень серьезным последствиям. Прежде всего, она сказалась на второй науке, которая определяет вообще развитие всех наук, математики. Математика – это наука, которая знает, не знает, знает ничего, но обо всем. Она лезет во все науки, она все определяет, но в конечном итоге выводы должны быть та наука, которую она описывает, то есть физика или даже биология. Математика состоит из двух наук – наука счисления или численных вычислений, и наука модельных построений. Наука счисления сейчас, настоящая, все время играет филосальную роль, она определяет практически всю нашу жизнь. Но она способствует тому, что все наши вычисления, все наши познания и действительности носят приближенный характер, или подгоночный, я бы так сказал. Вот. Наука модельных построений или геометрия имеет следующие, отмеченные на плакате, так сказать, пути. Первое – это знаметство на первом месте стоит в геометрии инфида, который идеально отображает и описывает связь, размеры, геометрические сиборки, но только на плоскости. Для описания пространства используют допущения, связанные с измерением пространства. Для описания пространства используются размерные системы координат-дедыканта, которые эффективно можно использовать только при параллельном проектировании. На этом правило основано на вся точность строения. И сейчас, кстати говоря, все успехи в нанотехнологиях основаны именно на нас. В неэклидовых геометриях используют постулаты пересечения параллельных прямых, при этом путая причину, связанную с уменьшением заблюдаемых образов объектов с увеличением расстояния, то следствия, прямые и идущие параллельно сходятся. Хотя они, конечно, никакие рельсы в пространстве никогда не сходились, не только проективные, и проективные геометрии, которые широко используются при проектировании, в частности, при проектировании на экран, но при решении обратной задачи не используются. Это общеизвестные вещи, которые проявились и в физике. В физике при описании любых физических процессов, физики, физические процессы, основанные и пользуются паразитами. Ну, отметим только основные. Галилея, Эйнштейна, Шипова. Можно еще ряд паразитов предложить, но все обязательно включают следующие принципы. Принцип относительности, систему координат геометрии, ассеоматики и субстанцию, переночащую информацию. При этом, как ни парадоксально, каждая из использованных основ раскрыта только наполовину. Принцип относительности без принципа парности просто не работает, так как относить надо обязательно чему-то. Если нет у этого чего-то, то принципы и нет относительности, и ни того, ни другого. При описании пространства в динамике используют инверсальную систему координат, которая много, конечно, помогает в практике, но направление осей, двух осей, которое не задано, а результаты проектируемые, зависит от направления осей. Отсюда следует еще одно допущение, которое мы используем в физике. Объект является точкой. А это тоже никогда не было и никогда не будет, так как пуля, летящая на вас, может быть, и точка, а пуля, которая проходит мимо вас, является достаточно большим предметом. И вскрытие, это субстанция, переначащая информацию, обладает не совсем ясными свойствами, так как вскрытие время и пространство просто не раскрытало. Поэтому любые, какие бы ни были изменения или действия, которые происходят в различных физических науках, без раскрытия и критика, в общем, этих тех, которые выполняются в основном правильно, но решение не будет, нет и не будет найдено правильного, потому что до тех пор, пока вот отмеченные в основополагающих науках философии и математики не будут исключены те погрешности, о которых, скажем так, в физику, обязательно входят геометрические принципы относительности системы, как 12 геометрических акционов. Вот поэтому мысль единственная, начнется в самом основном, то есть в процессе измерения и его достоверности. Вот этот первый шаг я постараюсь ответить. Ну вот природные пути оценки и передачи информации, оценки его качества. Это первый шаг, который необходимо сделать и который постараемся сделать. Цель создания математического аппарата есть в течении получения достоверных, декоментированных моделей отображения объектов пространства и времени. А используемые в кресле основные геометрические принципы измерения при выполнении зрительного процесса. Зрительный процесс – средний основной источник информации. Достоверность информации – это свойство информации отражать объекты с требуемой точностью. Верение является эталоном достоверности и точностью информации для всех научных дискуссий. Даже базовом Хитса, для его доказательств, что он посетует, он нужно показать на телеэкране, чтобы мы его увидели. Расскорерность информации, ну, хотя бы вот в том же Суперджет-100, то, застоверное зрение, до тех пор, пока летчики пользовались радиолокацией, они не видели гору, пред которой в ней стояло, а как только это стало возможным, они в какой-то степени облака перед горой рослили, летчикам сразу стало понятно, что они летят на гору. Ну, какие свойства зрения, которые, которые, ведь любая научная, на чем основа зрения? Зрение, прежде всего, используется электромагнитное поле, ну, светового диапазона. Какое электромагнитное поле светового, или оно любого другого диапазона, оно имеет одинаковое строение. Поэтому свойства зрения играют или используют любое устройство, основанное на двух принципах. Ну, прежде всего, необходимо иметь сам прибор, который и достаточно чувствительный, который чувствовал этот электромагнитный диапазон. И второе, использовать методику, которая бы правильно использовать данное устройство. Приборов, которые имеют чувствительность значительно выше, чем чувствительность глаза, достаточно много. Но, как вы знаете, и по приведенным примерам, доверия полного, к сожалению, к ним нет. А вот зрению доверие всегда было, есть и будет. И поэтому раскрытие методики работы зрения играет колоссальную роль для решения вопросов, как правильно познать природу. Ведь зрение, скажем, создал Бог для того, чтобы мы правильно познавали то, что Он создал. Правильное понятие методологии зрения является конкретной задачей, которая стоит перед настоящим выступлением. Значит, свойство зрения, которое отмечено в плакате, оно парное. Оно использует центральное проектирование, так как все объекты произвольного размера помещаются в наших, как говорят, глазах. И это можно выполнять только при использовании центрального проектирования. И обладает стереоэффектом, преобразуя два плоскостных отображения в пространственные. Имеется два способа проектирования, которые общеизвестны. Общеизвестны. Это методы проектирования центрального и параллельного. Сейчас, секундочку, я найду этот способ. Информация об объекте всегда отражается на плоскости, в виде образа, получаем путьок проектирования. Но в любом нашем радиолокаторе мы всегда получаем плоскостную картину. Поэтому никакой бы мы закон не использовали, закон Максвелла или какой-то другой закон, мы в конечном итоге получаем плоскостную картинку на экране. Поэтому нам совершенно безразлично, на какой закон используется, мы получаем плоскостную картинку, представляя проекцию данного процесса на плоскости. В частности, вот на этом рисунке показано превращение электромагнитного поля, которое имеет в пространстве, ну, здесь в данном случае вид бублика, в виде плоскостной картинки, которая, ну, в общем, это и общий вид. Таким образом, зрение, как и все, вся информация, которая поступает к нам, основана на центральном проектировании. Время обеспечивает процесс прямого и обратного преобразования плоскостных отображений объектов в пространственную форму и всегда достоверно. И поэтому именно используя этот процесс, мы будем и сможем решить, как же построить методологию для любых технических процессов. Ну, для этого мы рассмотрим общеизвестную вещь проектирования объекта при параллельном проектировании. При параллельном проектировании, что такое достоверность? Это точность отображения объекта, точность его отображения. Вопрос о, в настоящее время, точность отображения определяется масштабом. Если, ну, как сказать, любой проект, любой объект, скажем, что он там выполнен в масштабе, там, один в десяти, значит, все размеры он точно отображен в пространстве. И точно отображен на нашем изображении. Посмотрим, как отображается, в настоящее время, как общепринимется отображать масштаб. Он описан на вот этой общеизвестной зависимости. Питрово, как говорят, ничего нет с этой общепринимой. При параллельном проектировании, объект D проектируется на ось Y и ось X. При этом он может быть вплавлен в любую сторону, а размер проекции на оси Y может быть неравен на оси Y. То есть, вообще говоря, в общем случае, общее условие достоверности, это когда проекции, здесь показано объект, расселённый на одной частности по простоте, когда проекция на оси X и на оси Y, независимо от её величины, делится на такое же количество частей, как нервных частей, как и сам объект. То есть, обязательно должно быть условие относительности, равенство относительных погрешностей на оси X и на оси Y. Общим условием достоверности является равенство масштабов на оси X и на оси Y или равенство относительных погрешностей. Это вроде бы немножко общеизвестно, но немножко не общеизвестно, так как мы это не используем, а используем понятие в настоящее время Международный комитет меры лицов ввел в понятие неопределённости. Это говорит о том, что данный вопрос подменён, который общеизвестный вопрос, подменён условием бесконечности, подменён условием неопределённости. Значит, мы уже отметили, что в центральном проекте, что основной процесс, в котором нам поступает информация, является процессы центрального проектия. При параллельном проектировании, который показан на плакате вот этом, это все зависимости, которые практически перенесены в предыдущий плакат, а что мы имеем на плоскости наблюдений при центральном проектировании. Объект, показанный красным, проектируется через точки R. Первое, значит, проектируется на, когда ось параллельна, чтобы показать самое простого. В данном случае проектирование производится в соответствии с этим управлением. Если ось повёрнута, это правило нарушается и разница не выполняет. Если ось повёрнута, но ось наблюдений, да, и ось наблюдений не смотрит на объект. Если ось наблюдений смотрит на объект, то это условие опять выполняется, но при этом процесс, да, я не отметил, что процесс проектирования описывается двумя параметрами. Размером проекции и размером разрешающих способностей. Размер проекта, размер разрешающих способностей. В настоящее время мы при... Эти параметры физически не связаны и являются чисто прикладными. Значит, если мы будем использовать тёпка проектирования, описывать проектирование в проективной системе координат, значит, для достоверности должно быть выполняться в этом условии. Она будет выполняться всегда, если ось наблюдений направлены сюда. Но, значит, разрешающие способности будут связаны с соответствующей зависимостью. И F – это расстояние с точки проектирования до оси. Но, для того, чтобы достигнуть достоверность, необходимо сравнивать два параметра. вот один и второй, два параметра на оси, на оси и на оси и г. Здесь при центральном проектировании проективной геометрии этого не наблюдается. Для того, чтобы это обойти, вот, значит, здесь показан процесс, объект, состоящий из трёх векторов, проектируется на плоскость наблюдений. Центр проектирования проектируется на плоскость измерений при проективном выработке системы. Тут имеются три проекции, которые, вот, ну, не очень хорошо видно, но это пространственно, в смысле, это легко заметно. На плоскости измерений получается отображение со стороны объекта. На плоскости наблюдений, на этой плоскости наблюдений, практически отсутствует любой какой-то какие-то отображения. Для того, чтобы их получить, необходимо их нарисовать ход движения мусей. Вот, достоверное отображение объекта в этом случае получить невозможно, так как имеется только одна проекция каждой из сторон объекта. Сравнивать нищим. Поэтому, если мы имеем чистую проективную геометрию, или проективную систему координат, задача не может быть решена правильно. То есть, достоверность достигать невозможно. Для решения этой задачи Бог нам дал два глаза. Он дал нам два глаза, которые распутаны. При этом, значит, мы имеем два отображения этого объекта, даже из которых мы можем сравнивать с зелененьким, с зелененьким, с красным, с красным, с синим, с синим. И оценить, достоверно ли мы имеем аневрную информацию. есть ли отображения, которые формально я сделал ДГ1, ДГ2, ось 1, ось 2, они идут по одной по базе, параллельно базе, вот база между глазами, то, значит, если это равно, то достоверность соображения достигнута, и мы можем его выполнять измерением. То есть, имеются два процесса, недовольственных процессов, процессы познания. Это процесс отображения и процесс измерения, которые друг от друга формально не зависят, используют разные технические средства. Процесс отображения немножко похож, или не немножко, сильно похож на геометрический процесс получения отображений, а процесс измерения является совершенно другим процессом, который используют другие технические средства, которые расположены на плоскости измерения, являются типичной матрицей. Вот. Свойства матрицы мы осматривать не будем, но описание процесса опять-таки может быть основано на масштабных эксцентах отображения на плоскости изменений или относительной погрешности на плоскости изменений. Оценка качества отображения. По которым сумма векторов, которые примыкаются на любом относительном объекте, должна быть равна нулю. Или сумма проектов векторов на ул тоже должна быть равна нулю. Ну, модулем отношений тут написано в модулем отношений. Поэтому для того, чтобы оценить качество, предложено использовать два параметра, которые описывают качество отображения. Один вопрос – это описание полного объекта. Полный объект описывается периметром. Это по оси скамирования, по лучу скамирования, по роли КПД. Описанием периметра, чем полнее мы опишем объект, который наблюдаем, периметр объекта, тем более он будет достовернее. Он может быть описан уравнением, которое исходит из суммы векторов. Чем больше сумма векторов замкнутого треугольника вот этого, тем достовернее получается. При этом описывается, вот при этом сканируем два объекта, рица и грица, скажем, на оси. Значит, чем достовернее мы описываем объекты. И второй вопрос – это описание каждого объекта, каждой стороны. Положим, тут нарисовано, ну, будем говорить, идеально или не идеально, но как-то оба вектора видны. Но может быть так, что второго вектора не видно, или он в очень малой степени. Вот, значит, то имеются, значит, две характеристики. Это характеристика периметра и характеристика формы, которая описывает в данный момент данного наблюдения наименьшую из сторон наблюдаемого объекта. Таким образом, качество отображения находится между двумя оценками, одна из которых минимальна, другая максимальна. Таким образом, я могу сделать из сказанного два вывода, которые вот отображены на экране. Природная информация поступает методом центрального проектирования. Мы, к сожалению, про это не говорим. Для ее достоверного отображения и измерения необходимо использовать парную проективную систему координации. И ничего другого использовать нельзя. А что мы используем? Поэтому мы все и используем после этого мощную математику, которая что-то к чему-то подгоняет, а к чему неизвестно. Передача информации в природе осуществляется двумя связанными, но независимыми этапами – этап отображения и этап измерения, каждая из которых характеризуется своей разрешательной способностью и своими возможностями. Достоверность отображения объекта на плоскости обеспечивается сравнением относительных оттенок и от отчетки относительных результатов проектирования объекта, масштабов или относительных погрешностей на час координации. Вроде бы этот, так сказать, маленький экскурс я решил добавить тем, к чему, как это, как же это решить в конце концов. Вроде бы все просто, все ясно, много что знаем, так много что, про это даже говорить не было. Поэтому я решил показать, как же решить то, о чем мы привыкли. На рисунке, значит, точно сверху это написано немножко, на рисунке показан объект, треугольник, в плоскостном отображении. Он повернут так, что видно одна наибольшая сторона, другие две стороны не видно. Ну, это, чтобы было проще, и это так понятно. Объект, измеритель, имеющий два, ну, размещенных на базе, два измерителя. Объект проектируется вот через один измеритель, вот он, через второй измеритель, вот он. Вот, значит, все общеизвестные параметры. Нам, по результатам относительных погрешностей, нам необходимо решить вот это уравнение достоянное. Формально оно имеет шесть неизвестных, в общем случае, шесть неизвестных. Но решение его давно известно. Мы давно знаем, что если вот этот объект поместить вот так параллельно, вот этим-то в глазах, то задача решается, когда А1 равно А2, и Д1 равно Г2, все решается, и этот перескопический метод хорошо известен, хорошо используется. Ну, во многих областях техники, в частности, даже в прошлом веке, известный бой Тирпица с английским тяжелым крейсером, ну, в котором Тирпица, ну, как сказать, исторически выиграл сражение, утопив огромный рекорд внеостровании, это было попрещать под переседив. Ну, это единственный случай, от этого, ну, это не единственный случай, это случай, когда блестящие возможности были нами потеряны. Потому что решение вот этих шестью уравнений здесь практически невозможно. На справу показана общая, вот, в плашними линиями общепринятая система координации, я, правда, не знаю, как назад творился, ну, ладно. Ну, вы только что видели, значит, вот, плоскостная система координат, которая, парная, состоит из двух, две оси, на оси G, у нас положено две дополнительные кости G1 и G2, три оси Y и Y, вот они сверху все показаны. Для того, чтобы решить это уравнение и эту систему координат, сделаем вот эту систему координат, используем еще раз принцип парности, и построим спрестпунктирную систему координат, по поводу показана внизу. Y1, ну, тут крупные буквы, а тут, ну, тут, как получилось, тут маленькими буквами, вот эти маленькие буквы, эти большие буквы. Вот, посмотрим, что же получилось. На рисунке справа показано, значит, вот тот же, ну, треугольник убран, чтобы не было лишнего. Здесь мы получили в результате, вот, имеем все то же самое, только проведены проекции, которые показаны. Значит, мы получили, вот, желтенькую, один треугольник, красной линии, вот тут маленький второй треугольник и третий треугольник. Вот это показано вот при уравнении. Синеньким покажем справа в глаз точно такие же три треугольника, которые описаны вот этим уравнением. И имеется четыре уравнения связи, которые связывают вот эту систему координат с этой системой координат. Это все элементарно. И что математически при этой системе координат является симметричной относительно центра, вот я поставил ее точку, и может быть повернуто сделать вот такую картинку, которая с одной стороны общая известная, верхняя часть ее общая известна, а нижняя часть, она до сих пор была неизвестна. Решение это элементарно, ее решают с помощью джойстика на всех негативах. Поэтому описывать решение я даже и не собираюсь. Вот. Так что вы видите, решение простое, геометрия простая, а мы допускаем бешеные погрешности. Второе, второе, что я хотел дополнить свое выступление, это сверху было описано, электромагнит, прием электромагнитных полей. Снизу, значит, описано, я покажу, попытался показать природные пути обмена информацией за специальными полями объекта. Здесь показано, например, Солнце, например, Земля. В случае, идущие из центра Земли, Солнце с показательной, здесь наоборот. В результате на Солнце и на Земле высекается в месте выхода ключей два сектора. Вот один, вот второй. То есть, геометрические, я доказываю, это я буду в каждой проверить, по подобию треугольника. Получается вот такая зависимость, да, расстояние между ними двоя между центрами, тогда получается, что вот эта ширина, вот этого прямосвязи между этими двумя объектами имеется определенную ширину. Как у Солнца, так и у Земли. И любые физические поля связаны вот с таким, с такой связью. Вот она, следует. Умножим это на 2ПР, элементарный переход, и мы получаем закон Кулона. Вот он. Точно так же мы можем получить, естественно, вы, наверное, все прекрасно понимаете, закон Дютона. А что из этого следует? А из этого следует, что эти два объекта в виде физических полей, я не говорю, какие это роли, никакой не играет, магнитное, электрическое, или какое другое поле, взаимодействуют друг с другом по определенной ширине дороги, то есть резонансно, и обменивается энергией, резонансно. И, следовательно, те связи, которые происходят между этими двумя объектами, с ними двумя, происходят не потерями энергии, а происходят по-взаимному, как говорят, договоренности. поскольку два объекта, я еще раз подчеркиваю, находятся в резонансе. Таким образом, если посмотреть на такой разрез, то есть обмен информацией идет вот по такой дороге. Ну, на этом я хочу завершить свое почти выступление и в заключении отметить принцип партнерности основа природных процессов. Его потеря в философии и в гносеологии является, ну, прямо скажем, немножко трагичной. Парная проективная система координат является природной системой координат, с помощью которой обеспечивается передача электромагнитной информации на резонансное взаимодействие со стационарных физических полей. Спасибо за внимание.